Есть такой хороший афоризм «быть святее Папы Римского». Вот то, что сейчас происходит в этом достаточно дурном, на мой взгляд, анекдоте, связанном с стареющим, немножко, на мой взгляд, выживающим из ума Жерар Депардье, выживание из ума которого очень хорошо в своих пропагандистских целях использует наша власть, вот это все напоминает мне вот эту самую пословицу про то, что «быть святее Папы Римского», потому что, глядя вот на эту всю пляску, патриотические или ура патриотические пляски с Депардье вокруг Депардье, самого Депардье по поводу того, как он любит Россию, такое складывается впечатление, что это самый главный патриот, а мы все остальные граждане страны вообще даже подметки ему не годимся со своим или патриотизмом, или непатриотизмом, или критическим отношением к стране, например, к власти, к нашей действительности. Кого он может сыграть в фильме про Чечню? Ну, я думаю, что в нынешнем контексте он будет играть не меньше, чем Ахмада Кадырова какого-нибудь, наверное, сыграет. У него это хорошо получится, он действительно талантливый актер, вживаться может в всевозможные роли. Ну, а вообще вся эта история, она, конечно, я уже сказал, такой, например, дурной немножко анекдот. Человек, который, ну, сбежал из страны, из своей собственной страны, далеко не из каких-то высших, высоких побуждений, я, собственно, это не скрывал. Все было связано с тем, что у него там хотели отобрать какие-то деньги, и на почве того, что у него хотели отобрать деньги, он воспалил большой любовью к России. Но все это, согласитесь, это все вот как-то не укладывается вот в эту красивую сейчас патетическую историю, которую пытаются вокруг Депардье разыграть уже наши пиарщики. И потом, конечно, та жизнь, которой живет Депардье, она совершенно не имеет ничего общего с той жизнью, которой живет, собственно говоря, весь остальной наш народ. Он не знает ни России, ни проблем России, судя по тому, что он вообще говорит в своих интервью. То есть он живет в кино, он живет в сказке. Для него это очередное приключение, очередная какая-то кино, киноистория его вот такого пришествия в Россию. К нашей обычной жизни, к нашей действительности, к нашим проблемам все это не имеет никакого отношения. Поэтому это такие вот игры, игры патриотов был такой фильм, да, на каком-то вот таком вот высшем вот этом вот уровне, которое не имеет никакого отношения к реальностям нашей жизни. Спасибо.